Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала SmartphoneChina. Сегодня я хочу представить вам видео по настройке андроида. Конкретно сегодня мы будем настраивать MIUI 7 версии на примере смартфона Redmi Note 2. Давно меня мои подписчики и зрители просили сделать подобное видео, то есть показать, что можно безболезненно в системе отключить, чтобы уменьшить потребление, общие ресурсы увеличить, объем оперативной памяти свободной. Ну вот сегодня я собрался это вам показать. Итак, MIUI 7 версии. Еженедельная прошивка. Для того, чтобы нам для начала нормально настроить систему, нужно нам получить полный рут. Для этого нам нужно посмотреть в безопасности. У нас есть пункт рут доступ. Вот видите, есть такой пунктик, но для полного рута этого мало. Нам нужно еще установить супер-юзера. Для этого мы идем в маркет. Устанавливаем супер-юзера. Установили. Открыть. Нажимаем. Вот. Сейчас у нас спрашивает. Обновить. Требует обновление обновить. Говорим продолжить. Как? Нормально. Вот сейчас он у нас, значит, пытается обновить бинарные файлы, но у него сейчас пока ничего не видит, потому что нам нужно сейчас, в данный момент, в MIUI разрешить ему обновление. И вот здесь он у нас есть. Видите, да? Появился в супер-су. Что-то с фокуса. Вот так вот. И мы ему здесь вот галочку разрешаем. Разрешить рут доступ. Да, разрешить рут доступ. Все. Рут доступ разрешен. Сейчас у нас супер-юзер ругнется. Остановка не удалась. Перезагрузить. Перезагружаем. Так, перезагрузилось у нас устройство. Давайте пробуем еще раз супер-юзер обновить. Ждем. Сейчас он нам должен сказать, что у нас все хорошо. Полностью завершено. Еще раз перезагружаемся. Вот. Сделали мы еще раз перезагрузку. И теперь нам нужно установить приложение, непосредственно через которое мы будем производить настройку системы. Тонкую. Приложение это называется Titanium Backup. Я пользуюсь им. Седьмая версия. Повладает очень большими возможностями. По настройке. Удаляет, отключает, замораживает приложение. Можно делать также резервные копии, собственно. Тоже одна из очень важных функций этой программы. Вот такой у нее интерфейс. Нам нужно раздел резервной копии. Вот, собственно, мы и попали в список всех наших приложений. Значит, красным и зеленым у нас отмечены приложения системные. Белым у нас отмечены сторонние приложения. Ну, здесь практически ничего не стоит сторонних, поэтому их мало. Вот, кстати, Mi Market почему-то в сторонних. Ну, в общем-то, это не важно. Поехали. Будем, значит, опираться. Здесь у меня вот есть такая небольшая подсказочка с сайта MiUSU. Здесь у нас вот есть список приложений, которые можно безболезненно удалить. Я буду на нее опираться. Ну, я, в общем-то, уже как-то это проделал ситуацию. Но буду поглядывать одним глазком. Естественно, ссылочку я по видео оставлю на эту самую шпаргалочку. И будете тоже подглядывать, если вам нужно. Ну и поехали. Походу, я буду комментировать. Значит, у нас приложение. Так, первое, что мне в глаза бросается, это Clean Master. Clean Master это в МИО интегрированное, значит, отдельная программа в маркете тоже есть. Кому нужна она, кому не нужна. Вопрос риторический. Но, например, можно не удаляясь. Какую штуку проделать с ним? Нажать. И у нас есть меню, значит, сохранить, заморозить или удалить. В чем вы не уверены, можете заморозить. И ничего страшного не произойдет. Оно просто перестанет быть видимым системой. Перестанет вам докучать. Всякими своими, значит, сообщениями и прочим. Поехали дальше. Здесь все системно и системно. Mediatek, Mediatek, Mio FM Radio. Так, это нам все нужно, нужно. Ingenieur Mood. Смотрим дальше. Сейчас мы дойдем, дойдем. Так, Fusit Location. Вот это вообще андроидовская штука. Ее можно, я даже пробовал ее удалять на многих самых этих системах. Ну, можно ее заморозить. Не помню, за что она отвечает. Даже я когда-то смотрел, все это изучал. Фокус, не подводи меня. Смартфон, походу, скоро умрет, наверное, который я пишу. Так, вот мы добрались до всяческих Mi. Mi Cloud, Mi Credit. Вот это, ребята, можно прям, ну, я честно вам скажу, смело удалять. Но, если вы все-таки, как бы, сомневаетесь, можно, во-первых, сделать резервную копию. Вот так вот нажать сохранить. В случае, если у вас, например, там что-то пойдет не так, вы можете из этой резервной копии всегда, вот пунктик есть, восстановить. Можете просто сделать копию всех этих приложений, если сомневаетесь. Вот таким образом, да? А потом их просто удалить. Mi Cloud, мне лично не нужно, удаляю. Mi Credit, соответственно, тоже не нужно удалить. Да. Mi Drop, удалить. Все, поехали дальше. Mi Account, вещь кому-то нужная, кому-то нет. Если пользуетесь, можете оставить, потому что что-то там связано, но я лично его позамораживаю. Так вот, чтобы он не спрашивал, там активированные симки и прочее. Mi Вызов тоже мне не нужно, это все. Да. Спрашивает системное, поудалить. Mi Market, тоже абсолютно мне не нужен, у нас это все не сильно актуально. Удаляем. Держи фокус, пожалуйста. Вот, Mi Cloud Service, уже какая-то ошибка. Ну вот сейчас посмотрим, кстати, перезагрузимся, посмотрим. Так, MeraVision. Нужная вещь. Фокус. Так. Дальше. Music, Music. Cloud Service, отмена ошибки. Успокойся. После перезагрузки это, скорее всего, пропадет. То, что мы удаляли. Антивирус. Вот. Нужен вам встроенный антивирус? Не нужен встроенный антивирус? Тоже смотрите сами, вот этот вот Tencent. Ну, сомневаетесь, можно его заморозить. Так, Assistant Xiaomi. Мне не нужен. Удаляем. Безопасность, естественно, нужно оставить. Безопасность нужно оставить. Так. Backup 2.0. Миловский родной. Нужен нет? Неизвестно. Ну, пусть пока будет. Сомневаетесь, можно просто заморозить. Перестанет занимать место, перестанет быть видимым в системе. Так. Дальше, дальше, дальше. Загрузки. Это все календарь. Прочее. Все нужное. Так. Что еще нужно здесь выключить? Очистка. Остинализация системы. Так. Провайдер погоды, вот, например. Не работает все равно. Нифига погода. Поэтому удаляем. Так. Почта. Милу. Емейл. А, вот это встроенный почтовый клиент. Я вот, например, почтовым клиентом не пользуюсь. Поэтому я его, ну, заморожу пока. Вот так вот. Рабочистовый милу, естественно, оставить. Радио разрешения. Так, сервисы Google Play. Это ничего трогать не надо. Темы, соответственно, милушные тоже пусть будут. Так, так, так. Уведомления. Все, конец списка. Давайте мы посмотрим сейчас списочек. Так. Ну, браузер тут родной. Календарь. Калькулятор предлагает удалить. Каталог живых обоев. Почту. Вот я уже как говорил, да? Что еще тут? Музыку. Ну, онлайн, наверное, имеется в виду, да? Проводник. Радио. Это, ну, не знаю, кому радио не нужно. Тут может, конечно, удалить. Но, в общем-то, пусть будет. Пусть будет. Так. Микредит. Миклаус. Мимаркет. Микаккаунт. Один, два. Тоже можно удалить. Облачный бэкап. Не рекомендуется, да? Бэкап и облачный бэкап трогать не рекомендуется. Могут системный сбой. Давайте еще раз пробежимся. Так. Резкость. Так у нас есть. Отключим, чтобы нам не светила вот эта штука. Так. Еще раз проверяем, что у нас можно тут отключить. Так. Миклаус. Микредит. Мидрок. Это мы все поудаляли. Так. Браузер. Все равно хром поставить. Так. Смотрим, смотрим. Где у нас эти были? МИ программки там. Еще какие-то. Ну нет, вроде все. Ну вот вроде все. Можно свериться там со списком. А, ну вот черный список еще есть. Ну вот основные вот эти вот вещи я, в общем-то, все отключил, удалил, которые как раз всякие глупые вопросы задают. Теперь мы можем перезагрузиться. И сейчас посмотрим, будут у нас ошибки вылетать или нет. Ну что, смотрим. Пропал часть иконок, да? Пропала. Ошибки. Никакие вроде не вылезают. Сообщение об активации сим тоже не вылезает. Часть всяких ненужных вещей отсюда пропала. Ну вот, в общем, как-то так. Вот у нас теперь, если все это убрать, у нас показывает свободное в системе 1.1 гигабайт из двух. До этого показывало примерно 1. Вот еще место освободили и, как говорится, от лишних программок избавились. Ну, в общем, как-то так, друзья. На скорую руку, конечно, не обессудьте. Если какие вопросы будут конкретные, задавайте в комментариях. Отвечу обязательно. Ну и такое же, наверное, как-нибудь сделаю коротенькое видео по настройке непосредственно Android-остокового. Ну вот, наверное, все на сегодня. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok